МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители дома номер 2 по улице Калараш встретились с представителями управляющей компании. О подтолгах встречи в сюжете. Внутренняя работа инженерии на 90% уже выполнена. Остаются конечные работы. В поселке Вуги возводят новый детский сад. Это очень удобный фарман. Тем более, посмотрите, погода сейчас позволяет. Солнышко ушло. Возле Ухтомского пруда состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. Рыбалка – это всероссийское, это мировое. Любимое занятие в времяпрепровождения людей. На Красковском карьере провели спортивный фестиваль «День рыбака». А теперь подробнее о всех событиях. Глава округа Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время доложили руководители силовых ведомств и структурных подразделений. Коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Прошу доложить Романцову Наталье Николаевну о проектах, те, которые реализуются на территории городского округа по программе благоустройства. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева у нас очень серьезные, большие парковые территории, дворовые, спортивные площадки. В текущем году у нас достаточно большие планы по благоустройству. Это 4 парка, 3 сквера, 1 лесопарк, 31 дворовая территория и 3 народные тропы. Плюс по обращению жителей нами реализована еще одна народная тропа. Реконструкция Наташинского парка, пожалуй, самый актуальный, самый важный вопрос на данный момент. Выполняется хороший темп, и сегодня в зоне вокруг прудов завершаются работы по устройству оснований пешеходных дорожек, формированию прогулочной зоны со стороны улицы Шевляковой вокруг скульптурных композиций. У нас уже на объект поступила плитка, поэтому с этой недели мы приступаем к ее укладке. И внутри парка ведется работа по установке закладных деталей для опор освещения и прокладки подземных коммуникаций. Содержание уличной дорожной сети Казаков Кирилл Владимирович. На текущей неделе запланированы работы по ямочному ремонту на внутриквартальных проездах по улицам Парковая, Гаршина, Шоссейная, Попова и Воинов-интернационалистов. На региональных дорогах также проводятся работы по устранению ямочности. Подрядной организацией будут продолжены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на тротуарах вдоль региональных дорог по улице Каштановая, а также по Егорьевскому шоссе. Также садокладчик по транспорту Бабылев Александр Павлович. Автопарк транспортного предприятия МАП номер один город Люберц, филиал ЛАО «Мострансавто» пополнился пятью новыми автобусами большого класса. Новые автобусы уже вышли на маршруты 501 и 1225. Также автопарк транспортного предприятия Автоновия пополнился 18 автобусами среднего и малого класса, 15 автобусов малого класса «Газель Сити» и 3 автобуса среднего класса «Газ Вектор Некст». Данные машины также вышли уже на маршруты и курсируют по маршруту номер 3, 14, 57 и 43. На прошлых АГС также поручал еженедельно докладывать обращения жителей, поступающих в единую диспетчерскую службу. За период с предыдущего доклада в единую диспетчерскую службу поступило 15 044 звонка, из которых было зарегистрировано 6 584 обращения. В красной зоне две управляющие компании – это «Смарт-сервис» и «Жео-сервис». У меня большая просьба уделить пристальное внимание этих управляющих компаний на регламентируемые сроки по отработке обращений. К сожалению, специалист у меня с 1 июля новый. Сейчас проблема исправлена. Совместно с специалистом каждый вечер, просматривая все заявки, отрабатываем своевременно. Взяли на контроль уже лично, правильно? Да. Просьба не выпадать из этого процесса. Мы через неделю заслушаем. И как раз «Смарт-сервис» хотелось бы увидеть хотя бы в «Желтой» зоне, а дальше уже ближе к «Зеленой». Следующий доклад также Баранов Дмитрий Юрьевич доложит нам о обращениях, поступающих от наших жителей. В частном секторе, ну это у нас в основном превалировали и Томильный, и Малаховка, и Красково, в части своевременного вывоза мусора с территории контейнерных площадок. Все эти адреса у нас были отработаны. К сожалению, данная история у нас продолжает сохраняться. Наталья Николаевна, проведите какие-то организационные мероприятия, нужны площадки перехваточные. Говорите, давайте их организовывать, чтобы успевать вывозить до оператора, потому что оператор вывозит раз в день. Некоторые площадки мы видим завалены в сутки, очень существенно, не хватает баков. Вопрос модернизации также стоял и работа ведется в летний период, поэтому на следующем УГС также прошу доложить о том, где сделаны дополнительные контейнерные площадки в частном секторе, какое количество бака добавлено. Коллеги, у нас по всем темам, по повестке все вопросы прошли. Есть какие-то дополнения, предложения? Если нет, будем заканчивать. Всем хорошей рабочей недели. В округе до конца года отремонтируют 153 многоквартирных дома. Один из них в первом Подковском проезде. Какие работы здесь выполнены и что еще предстоит сделать, узнали мои коллеги. Капитальный ремонт этого дома начали в начале июня. Рабочие полностью заменили систему газоснабжения, установили датчики загазованности внутри квартир и приступили к монтажу утепленного вентилируемого фасада. Месяц назад глава округа Владимир Волков здесь провел выездное совещание. Пожелания жильцов были учтены. Наконец-то глава города нас услышал. Заменили газовое оборудование. Мы тоже очень довольны. Все нормально, все быстро. И мы очень рады, что дом утепляют. И в квартирах будет тепло, уютно, хорошо. В 2021 году был выполнен ремонт лестничных клеток в комплексе с электромонтажными работами. В 2016-2019 годах в рамках регионального программы капитального ремонта были заменены 6 лифтов в данном МКД. В 2019 году силами ЛГЖТ заменена система канализации в подвале на пульпропиленовые трубы. В 2015 году была произведена замена деревянных оконных блоков на современные пластиковые окна. Теперь преображается и внешний вид дома. Рабочие утепляют фасад минеральной ватой. Осенью его облицуют керамогранитом. Кланистическое решение было выполнено под цветовой гамме. Верх и низ темно-серый, песочного цвета, основной фасад и вставки морковного цвета. Все решения цветовые были согласованы с жителями. Все очень довольны. До конца года ремонтные работы по данному адресу будут завершены. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается ремонт подъездов. В этом году по губернаторской программе работы пройдут в 39 многоквартирных домах. На объектах, где уже завершен ремонт, побывала съемочная группа нашего канала. В доме 17-1 по улице Красногорска недавно завершился ремонт подъезда. Оценить их преображение можно еще с улицы. Старые железные двери заменили на новые со стеклянной вставкой. Установили специальные таблички, на которых указаны номера подъезда и квартир. Внутри свежая краска, нумерация этажей, обновленные почтовые ящики, светильники и плитка. Жители таким преображением довольны. Дама цветовая мне понравилась отлично, потому что она не слишком яркая, не слишком темная и не слишком маркая. Потому что подъезд всегда пачкается за год. У нас прямо все хорошо в этом смысле. Спасибо большое. Проделанной работой остался доволен и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Вместе с жителями он осмотрел отремонтированные подъезды. Применены новые решения. Мы советовались с жителями, что хотят видеть, каким образом можно преобразить подъезд. А это стандартный дом времен постройки 50-60-х годов. Как бы добавить уже нечего. Но те решения цветовые, те фишки, которые вроде минимальные, но даже этажность, которая обозначается на каждом этаже, первый, второй, третий, четвертый, дает людям ощущение какой-то новизны. А в соседнем доме 17-2 ремонт пока продолжается. До конца месяца приведут в порядок все четыре подъезда. Здесь запланирован тот же перечень работы. Пока ремонт в процессе, у жителя пятиэтажки есть замечания. Были жалобы на то, что залили краской из банки. И у кого-то коротнуло. То есть там, в принципе, какие-то необычные родности. Они все решают. Мы здесь, опять же, без этого всего, без устранения всех мерок. Замечания, работа принимается. Дома 63-го года постройки и, соответственно, эксплуатацию ввели. Здесь последний ремонт проводился в зависимости от подъезда 12-го по 17-го года. Они попали в программу проведения ремонта в текущем году. Всего в городском округе Люберцы до конца лета обновят 129 подъездов. На сегодняшний день работа завершена на 30 объектах. Их 66 входных групп находятся в работе. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ. Представители управляющей компании ЛГЖТ встретились с жителями дома номер 2 по улице Калараш. В мае этого года в МКД должен был стартовать ремонт подъездов. Но работы начались с большой задержкой. В чем причина срыва сроков, расскажем в следующем сюжете. В подъездах этого многоквартирного дома наконец-то запахло свежей краской. Этого момента здесь ждали еще весной. Однако рабочие появились лишь в конце июля. Произошло это после обращения жителей к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Телеграмм, довольно быстрый ответ, в районе полутора часов. Приняли в работу, после этого отдельно написали личные сообщения. Запросили имя, фамилию, телефон. После этого уже связался директор со мной. И вчера вечером в оперативном режиме подъехал. Мы проговорили всю эту ситуацию. Такая ситуация сложилась из-за смены руководства управляющей компании. Новый генеральный директор ЛГЖТ Али Башко лично встретился с жителями дома, чтобы ответить на все вопросы. Я заступил в середине февраля. И мы начали проводить работу с подрядными организациями, перепроверять те объемы и непосредственно те финансы перепланировать, которые должны были быть доведены по итогам. Это вот и есть основная задержка. Назначена наша недоработка. Сейчас мы ее взяли на контроль и как бы вот исправляем. Первые три подъезда приведут в порядок до 10 августа. Остальные два до 15 числа. Кроме того, в рамках капитального ремонта МКД в этом доме обновят кровлю. Жители последних этажей жалуются на протечки. На встрече с новым руководством ЛГЖТ обсудили и другие проблемы, связанные с работой телеграм-чатов и зимнего содержания дворов. Замечания жителей представители управляющей компании взяли в работу. Уиза и Гязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На месте старого детского сада в поселке Вуги строят современное дошкольное учреждение, которое смогут посещать две сотни малышей. На данный момент готовность объекта составляет 50%. С инспекцией строительную площадку посетил глава городского округа Владимир Волков. Возведение детского сада вдохнет в этот микрорайон новую жизнь. Среди зданий, построенных в начале 50-х годов прошлого столетия, появится современный объект с благоустроенной территорией и новейшим оборудованием. Работы на строительной площадке идут согласно графику. Сегодня здесь трудятся 50 человек и 4 единицы спецтехники. Сейчас ведутся работы по гидроизоляции кровли, по работам по венфасаду, остеклению. Противопожарных остеклений идет уже. Контур весь закрыт уже обычным из ПВХ остеклением. Идет работа по благоустройству. Наружной инженерии сделано 90%. Осталось только провести 50 метров ГВС. Внутренняя работа инженерии на 90% уже выполнена. Остается конечной работой. Внутри здания уже идет подготовка к покраске стен. После этого этапа дело останется за малым. Рабочие начнут устанавливать розетки, мебель и оборудование. В саду предусмотрено 9 групп, в том числе и ясельных. Актовые спортивные залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Конечно, этот объект все ждут. Ждут родители, ждут детки. Объект пригранично находится с второй школой. Поэтому это такой учебный кластер, обновленный. Сам фасад здания, наполнение здания, оборудование. Все это по последним техническим требованиям и требованиям образовательных учреждений. Завершится возведение детского сада в конце этого года. И уже в начале следующего состоится его торжественное открытие. На данный момент в городском округе Люберца идет строительство шести дошкольных учреждений и четырех школ. Луиза и Геозырян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ. Продолжает церемонт Дворца культуры. Одно из главных учреждений городского округа ждут масштабные преображения. Новый творческий сезон воспитанники кружков и секций встретят в обновленных стенах. На каком этапе сейчас работы проверил глава Люберца Владимир Волков. За более чем 60-летнюю историю в Люберецком Дворце культуры ни разу не проводили такой масштабный ремонт. Работы сосредоточены только на первом этаже. От старых стен потолков и пола ничего не останется. Колоссальное преображение посетители почувствуют сразу при входе в главный очаг культуры городского округа. Мы в этом году вступили в конкурс Министерства культуры. Заняли в нем второе место, и поэтому нас включили в эту программу по редизайну домов культуры Московской области. Делаем реновацию полностью первого этажа. В фойе в него входят помещения общего пользования, два гардероба и один хореографический зал. Появятся мониторы интерактивные для заказов билетов. Также появится на свое историческое место. Вернется касса, где можно будет купить билеты. Мы открываем третий вход для посетителей. Их было всего два. Третий был муляжом. Отдельная работа, не включенная в редизайн, ремонт подвального помещения. Здесь планируют обустроить костюмерные, обновить зоны общего пользования, туалетные комнаты. Шкулатурием стены, плитки клеем, фатарки, красим, потом рейшный потолок, галлианты. И в этих помещениях все. Объем какой здесь? Блощадь около 90 квадратов. Все вместе, да? Нет, именно в этой части. Результат проведенной работы жители округа оценят в конце лета. Уже к 15 августа строители завершат свою миссию. Затем начнется подготовка к открытию обновленного дворца культуры. Луиза и Киазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах на улице устранили засор канализационной трубы. За работой аварийной бригады наблюдал наш корреспондент. Получив заявку от управляющей компании, специалисты Люберецкого водоканала оперативно выехали на место. Промывку канализации производят с целью профилактики и в рамках подготовки сетей к работе в осенне-зимний период. На данный момент проводим профилактическую промывку, чистку канализационных сетей. Делаем это на регулярной основе. Поступают заявки, передают нам, мы строим планы и промываем планы, все линии чистим. Засор устранили гидродинамическим способом с использованием специального оборудования. За несколько минут мощные струи разбили пробку и очистили внутренние стенки труб от отложений. Загрязнение удалили вакуумным насосом осенизаторской установки. Трубы забиваются отложением жира, отложением солей. И очень большая проблема, что люди пользуются влажными салфетками. Они не растворяются, скапливаются в трубы, создают пробки. Соответственно, после промывки все трубы освобождаются. И нормально уже поток воды и всех нечистот проходят в централизованную станцию. Специалисты Люберецкого водоканала проводят регулярные осмотры канализационных сетей, колодцев, напорных и самотечных трубопроводов. Это позволяет не допустить технологических сбоев и аварий на трубопроводах системы водоотведения. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Территория вокруг Ухтомского пруда на несколько часов стала большой развлекательной площадкой и одновременно администрацией городского округа Люберцы. В сквере состоялся традиционный праздник – День соседей и встреча с жителями. Оба мероприятия не обошлись без внимания Луизы и Геозарян. А праздник – День соседей, напротив, тишину не любит. На благоустроенной территории рядом с Ухтомским прудом шумно, весело и многолюдно. Концертная программа, развлечения с аниматорами, игры на свежем воздухе. Занятия по душе находят все, независимо от возраста. На праздник мы пришли с Максимом, с моим сыном. Все попробовали. Весело, вкусно, задорно, музыкально. Для детей досуг организован. Нам нравится. Максим, скажи, тебе нравится здесь? Нравится здесь. Праздник организовали депутаты второго избирательного округа совместно с управляющей компанией и администрацией Люберец. Всех гостей угощали морожеными и приглашали на соседское чаепитие. Это очень удобный формат. Тем более, посмотрите, погода сейчас позволяет. Солнышко ушло. И мы такую локацию хорошую выбрали. То есть дети могут поиграть на каких-то станциях, в дартс поиграть, какие-то кольца побросать. А родители могут порешать, поздавать свои вопросы. Насущные, жилищные. То есть это все. Такой формат встречи очень полезен и очень продуктивен. Для решения насущных проблем на этом же месте организована другая площадка. На мини-парковой зоне расставлены столы, за которыми сидят представители всех сверхжизнедеятельностей округа и готовы ответить на вопросы. Хотелось бы уточнить по поводу 43-й гимназии, 4-го лицея сейчас нынешнего. Старый корпус хотелось бы, конечно, привести в порядок. Дети там учатся, там, конечно, уже состояние плачевное. Свой вопрос жительница Люберец адресовала начальнику управления образованием городского округа Виктории Бунтиной. Ответ получен на месте. Мы смотрели этот корпус, там реально есть на что обращать внимание. Сейчас мы поддерживаем косметически, но включили в план на 6 лет вперед на включение в государственную программу этого объекта на капитальный ремонт. Там реально это надо делать. Вы правы. На ряд вопросов ответил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Жителей этой части города интересует дальнейшая судьба территории бывшего завода имени Ухтомского. Там запланировано строительство жилого комплекса. На заводе Ухтомского запроектированы новые сады школы. Это стандарт, там понятно. Физкультурно-раздоровительный комплекс. Центр безопасности. Это полиция отдельно условно. И обязательные условия поликлиника. И детская, и взрослая. Квартал, конечно, будет строиться этапами. Он не построится за один год. Это вопрос, наверное, лет на 6-7. Потому что объем строительства 350 тысяч метров жилья. Новые парки, новые парки именно. Пешеходные зоны, там паркинги будут со стороны железной дороги отсекать от микрорайона. То есть будет по новым требованиям. Очень красивый. За этот микрорайон ни мне, никому стыда не будет. На встрече с жителями обсудили содержание жилого фонда, вывоз мусора, развитие социальной инфраструктуры и благоустройство. Основную часть обращения удалось решить на месте. Остальные вопросы внесли в протокол и взяли в работу. Луиса Игенцарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛРТ. Масштабное преображение парка Наташинские пруды на контроле у администрации и у жителей. Чтобы работы выполняли в срок и самое главное качественно, еженедельно проводятся выездные совещания. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. Мы стоим сейчас на бетоне, на котором будет в последующем лежать плитка по технологии. Пока заезжает сюда тяжелая техника, она разбивает всю подбетонку, которая здесь находится. Поэтому входные группы, въездные, до последнего момента не бетонируются. Уже к середине августа работы по укладке дорожной плитки по периметру прудов и на главной аллее завершат. Обустройство прогулочной зоны вокруг скульптурных композиций со стороны Шевлякова тоже на финальной стадии. Мы постоянно будем что-то дополнять и менять. По просьбам жителей мы для этого выходим, выслушиваем, вносим предложения. Наша задача сделать парк изюминкой, чтобы здесь было красиво, безопасно, комфортно и интересно. От мала до велика, чтобы все находили интерес по своему роду занятий. В парке обустроят смотровые площадки и лодочную станцию, и велодорожки, игровую зону и для занятий спортом. Территорию будут освещать 580 фонарей. Мы хотим красоты, мы хотим удобства, но мы это заслужили, потому что мы очень долго ждали. Мы боролись за этот парк. Лет 5 назад, я помню, собирали эти петиции, мы его отвоевали. И вот сейчас вторая жизнь. Надеюсь, что все-таки осенью это все состоится. И мы торжественно сюда придем с детьми, будем радоваться бабьему лету. За неудобства извиняемся сильно. Парк будет открыт к дню города. День города будет 31 августа. По договоренности с жителями, уже осенью на благоустроенной территории высадят деревья. Работа продолжится и весной 25-го в рамках заключительного этапа реконструкции парка. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В поселке Красково на улице 2-я Заводская стартовали работы по благоустройству сквера. Современная зона отдыха появится в районе 56-й гимназии. Глава городского округа обсудил с жителями концепцию нового пространства. Заброшенный пустырь и ничем не примечательная территория совсем скоро заиграет новыми красками. Пока здесь только строительная техника. Демонтирует старый асфальт, чтобы строители в дальнейшем обустроили новое надежное покрытие. Благоустройство зоны отдыха стартовало неделю назад. Объем работы предстоит большой. В части детских площадок предусмотрено устройство детских горок, отдельных игровых элементов, спортивных снарядов. Также отдельно предусмотрено вблизи школы устройство спортивной площадки, рукоход, обустройство двух клумб, устройство скамеек, обновление освещения. Сквер благоустраивают недалеко от техникума имени Гагарина, поэтому тематика нового пространства будет связана с космосом. Жителей Красково детально познакомили с проектом. Здесь и малые формы подобраны, и колористическое решение, которое придаст этой зоне такую идентичность и интересное оформление. Например, звездами предлагаем нарисовать. Комплексом будет в космических цветах и в такой тематике оформлены. При разработке проекта учитывали интересы всех слоев населения. Несмотря на то, что работа уже стартовала, у жителей есть возможность вносить правки. К примеру, они попросили пересмотреть места установки качелей. Отдельный вопрос прозвучал по поводу содержания нового сквера в чистоте. Здесь парк будет, соответственно, оборудован и урнами, и контейнеров нет. А теми местами, куда это все складывается, само собой, что это все будет обслуживаться, и территория закреплена за нашим муниципальным предприятием, не за управляющими компаниями. Вольется в общую концепцию и вот этот многоквартирный дом. Высотка на второй заводской вошла в этом году в план капитального ремонта. После обновления фасада и кровли на стене дома появится мурал. Жителям предложили подумать над его тематикой. Проект очень приятный, симпатичный. Будет красивая зона, которая будет радовать глаз. У меня двое детей. Я думаю, что детской площадкой, конечно, мы будем пользоваться. Поэтому будет вообще приятно вечером приходить, когда все-таки горят фонари. Будет светло, не страшно. И детская площадка, конечно, будет приносить удовольствие. Обустройство современной и комфортной зоны отдыха завершится в конце августа. И уже с первого сентября путь школьников до гимназии обратно будет по-настоящему космическим. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, Артём Морозов, телеканал ЛРТ. Лето. Отличное время не только для отдыха на водоёмах, но и для наведения порядка. В Люберцах проходит комплексная работа по санитарной очистке прудов, озёр и рек. Состояние водных объектов находится под пристальным вниманием жителей, общественников и представителей администрации. Луиза и Геозарян убедились в этом личном. Птичий карьер – один из немногих водоёмов в посёлке Красково и одна из любимых локаций для местных жителей. Последние два года в администрацию Люберец поступали многочисленные просьбы привести его в порядок. Водный объект нуждался в очистке. Долгожданные работы стартовали месяц назад. И несмотря на то, что очистка пока продолжается, уже можно сравнить, в каком состоянии был карьер раньше и как он выглядит сейчас. Территория вокруг водоёма вновь стала главным местом притяжения людей. Раньше, конечно, было очень всё запущено. Очень переживали, ждали, когда вот наш карьер включён в работы по очистке санитарной. Вот, наконец-то, дождались. Приходим здесь вот каждый день, видим изменения этой территории. Я гуляю очень часто здесь, мне здесь нравится. Здесь очень красиво, и здесь начали появляться удочки. Водоём, к сожалению, на сегодняшний день побил антирекорд. Мы извлекли из него 36 отработанных покрышек, огромное количество бытового мусора, деревьев, сантехники, как ни странно. Работа проводится уже почти месяц. На данный момент работа подходит к концу, осталась опиловка по береговой зоне. Удалён уже топляк в большей массе, удалён камыш. Максимально, что можно было извлечь, со дна мы это сделали с помощью профессиональной техники. Ещё один водоём, который по-особенному любят жители – Ухтомский пруд. Около пяти лет назад его пришлось спасать от полного исчезновения. На восстановление водного объекта потребовалось много сил и времени. Подрядчик сделал эффект глиняной чаши. По-другому вариантов восстановить данный пруд не представлялось возможным. Были устелены бентоматы экологические, чистые. Сверху был завезён песок чистый, жёлтый. Сделана скважина на определённую глубину. Мы наполнили пруд. В принципе, была авантюра. И никто, по большому счёту, во всю эту историю не совсем верил. Но у нас получилось вместе с жителями, мы всё это прошли. Сейчас для защиты пруда достаточно раз в год очищать его от водорослей и тины бытового мусора здесь не бывает. За этим тщательно следят жители. Мы очень рады, благодарим, спасибо большое. И мы хотели также, чтобы вот эта тенденция, или практика, как правильно, наполнение вод до, как она раньше была. Я здесь с 60-х годов, если честно. До деревьев. Вот чтобы тенденция повторялась каждый раз. И чтобы пруд очищался, как и в данный момент, вот его открыли, почистили. Вот это нам то, что нам надо. Очистка водоёмов в городском округе Люберцы – процесс непрерывный. В этом году полная санитарная расчистка запланирована на шести объектах. И ещё на шести водоёмах, которые привели в порядок в прошлом году, проводят уборку после каждых выходных. Луиса Игия, Зарян, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. В Люберцах прошёл фестиваль по спортивной рыбалке. Это мероприятие впервые состоялось прошлым летом, и тогда его решили сделать ежегодным. Жители и гости городского округа соревновались в ловле рыбы на Большом Красковском карьере. Как и в прошлом году, участников мероприятия ждало денежное вознаграждение за самый большой лов, а также кубки и грамоты за победу в номинациях «Самый юный рыбак» и «Самая большая рыба». А главный приз – 100 тысяч рублей – разыгрывался за золотого карпа. А кольцованную рыбу запустили в водоём и дали на его ловлю три часа времени. Рыбалка – это всероссийское, да и мировое, любимое занятие, времяпрепровождение людей. Поэтому и фестивали проходят по всей стране, масштабно, где-менее. Но они проходят ежегодно и на всей территории нашей необъятной Родины. Спортивный фестиваль приурочен ко Дню рыбака в России. Его отмечают во второе воскресенье июля. Всего в соревнованиях приняли участие 69 человек. Возраст рыбаков – от 5 лет и старше. 20 люберецких подростков отправились на ежегодный военно-спортивный слёт. В течение недели ребята участвуют в спортивных состязаниях и осваивают военно-прикладные дисциплины. Тему продолжит наш корреспондент. «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». Чеканный шаг, военная выправка, отточенные движения. Так они демонстрируют подготовку на строевом смотре в Центре военно-патриотического воспитания молодёжи. Программа расписана по минутам. Полоса препятствий, картинг, стрельба из винтовки, разборка и сборка автомата Калашникова. Я занимаюсь уже два года юнармией, и там мне с автоматом приходится работать, каждую тренировку. Вообще здесь всё довольно просто. Здесь главное порядок запомнить, как снимается, как вставляется. Отдыхается здесь отлично, появились новые друзья, новые знакомые. Только что я покатался на картах, мне очень сильно понравилось. Мы смотрим фильмы, играем вечером в футбол, прогулочка. Хочу сказать спасибо администрации Люберсон, комиссии по делам несовершеннолетних, что подарили такую неделю в таком хорошем месте. Была бы возможность, я бы сюда ещё приехал, тут весело, интересно, прикольно, очень хорошо. На такие слёты отправляют подростков от 14 до 17 лет. Многие однажды здесь побывали и встали на путь исправления. Хорошо учатся в школе и продолжают заниматься спортом. У нас ребята с 2010 года приезжают на военно-спортивный слёт. Мы организовываем для наших ребят, с которыми работаем. Работает комиссия по делам несовершеннолетних. Соответственно, мы стараемся, да, чтобы им было здесь активным. Были разные виды спорта, занятости. В этом году, благодаря Владимиру Михайловичу Волкову, хочу сказать большое спасибо, мы в две смены проводим военно-спортивный слёт. Первая смена завершится в конце недели. Уже в августе сюда прибудут ещё 20 подростков из Люберец. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах провели заключительный этап рейтингового турнира по длинным и коротким нардам. За призовые места состязались профессионалы и любители из разных городов Подмосковья. За игрой наблюдали мои коллеги. Несмотря на многовековую историю, нарды по-прежнему популярны. В игре сочетаются математический расчёт и непредсказуемость развития событий. Задача каждого участника – захватить ячейки противника и в то же время закрывать ячейки на своём поле. В длинных нардах правило гласит, что если поле или ячейка занято шашкой оппонента, то мы не можем туда пускать свою шашку. Если по значениям игральных костей наша шашка туда приходит, она занята, надо искать ход в другом месте доски. В коротких нардах, если поле занято одной шашкой, оно как бы, как сейчас иногда говорят, серая зона. То есть там может стоять шашка противника, а если мой ход, и я попадаю тоже в эту ячейку, то я ставлю, сейчас мой ход, я ставлю свою шашку туда, а его шашка снимается с доски и возвращается в самое начальное положение. Турнир проводили по швейцарской системе. Игрок может бороться за выход в финал, пока не получит два поражения. Игорь Овчинников в нарды играет с детства. Научил отец. Вот сейчас появились такие соревнования, очень вообще приятно даже участвовать на них. В первом раунде я проиграл, но у меня есть еще все шансы, потому что две жизни, можно сказать, у нас есть. Вот одну я потерял, а вторую могу воспользоваться, и благодаря ей я могу даже выиграть в турнире. С начала лета это уже третий финальный турнир по нардам в Люберцах. В состязаниях, которые прошли под эгиды «Спартака», приняли участие более ста человек. У нас проходит не только футбол, баскетбол, бокс, но мы на сегодняшний момент проводим еще и нарды, так как нарды стали видом спорта. Также хочу добавить, что 3-4 августа мы проводим первый этап отборочных соревнований к чемпионату страны по нардам. Те, кто живут на территории Московской области, могут принять участие в этих соревнованиях. Победители отборочного турнира пополнят сборную Московской области, которая будет защищать честь региона на первом официальном чемпионате России по нардам. Его проведут в октябре в Санкт-Петербурге. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей ищите в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте lrt.tv. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова